Своё выступление губернатор Олег Мельниченко начал с того, что до сих пор вся пензенская система предупреждения и ликвидации ЧАЭС работает в режиме повышенной готовности, причиной чему является коронавирус. Кстати, все ограничительные мероприятия продолжат действовать до 31 января включительно. Впрочем, прививочная кампания и весь комплекс остальных мер дают результат. Ежедневные показатели по количеству заболевших стали меняться. Увеличено лабораторное тестирование, организованы дезинфекционные мероприятия, контролируют соблюдение гражданами и юридическими лицами режима повышенной готовности. Благодаря реализации комплекса предпринимаемых мер, сегодня мы наблюдаем значительное снижение заболеваемости. На другой пожарной угрозе подробно остановился начальник главного управления МЧС по региону Дмитрий Козлов. В сравнении с 2021 годом количество возгораний снизилось с более чем 3000 до 2841. На порядок, а именно на 50 человек, меньше стало и погибших. Свою пользу доказали дымные оповещатели, которые сотрудники ведомства устанавливают жителям. Однако стремиться есть к чему. Сами причины, при которых случаются воспламенения, никуда не делись. Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем 62%, нарушение правил пожарной запасы при эксплуатации монтажа электрооборудования 16%, нарушение правил устройства и эксплуатации печей 8%, нарушение правил эксплуатации транспортных средств 4%. На воде в этом году тоже было неспокойно. К сожалению, тут цифры печальной статистики пошли вверх. Тем более, что среди общего числа погибших двое были несовершеннолетними. Начальник службы ГИМС Сергей Петрунин подчеркнул, что этот факт заставит усилить работу в следующем сезоне. Я думаю, скорректировав все планы на 2022 год, мы сможем снизить количество людей, погибших на воде, и, конечно же, недопустим гибели детей на водных объектах. Составление рабочих планов на будущее стало главным содержанием прошедшего учебно-методического сбора. Однако не стоит забывать ближайших задач. Совсем недалеко праздники. В это время дежурство сил МЧС должно быть организовано особенным образом. Это касается и предстоящих крещенских купаний. Продолжение следует...